Заполни анкету и напиши автобиографию. А как её писать? Когда и где родился, кто родители, где учился и так далее. В общем, кратко запиши свою жизнь. Здесь можно сесть? Садись. Написал? Давай почитаем. Я родился в провинции Лангедок в 1668 году. Мой род, хоть ныне и обедневший, принадлежит к одним из самых славных и древних семей с королевства. Мой отец, граф Дебресак, сражался в Голландии в полку господина Лаваля. Был ранен копьём при осаде Монферрата, на стенах которого он первым водрузил королевское знамя. До 17 лет я жил в родовом замке, где благодаря заботам моей матушки баронессы де Монжу был прилично воспитанный и получил изрядное образование. Ныне он оставшись своими дорогими родителями, дабы послужить отечеству на поле брани, в рот у чёрных гвардейцев Его Величества. Пиши снова. Я пошутить хочу. Я понял. Вам кого? Вас. Меня? Да, я учился с вами в первом классе, я с тех пор люблю вас. В первом классе я училась в Ленинграде. Папа там работал. А, значит это были не вы. А вообще так, Семён Петрович, я ему рукопись из редакции привёз. Снимайте ботинки и идите. Носки тоже снимать? Носки можете оставить. Дайте тапки. Надь. С удовольствием выпил бы чашку чая и слопал бутерброд с сыром. Ну я же говорил, что он сумасшедший. А что я сумасшедший? Я же не прошу вас сто рублей взаймы. И на том спасибо. Человек голоден. Просит чашку чая и кусок хлеба. Чё тут такого? Да вообще-то. Катя, пожалуйста, проводи молодого человека на кухню, дай ему стакан чая. И бутерброд. Знаешь, у нас в школе такая учительница была. Симпатичная. Ну, фигура, грудь. Интересная женщина. Ну и что? Один раз она нам фильм показывала. Я сидел один. На задней парке. Она ко мне подсела. В общем, свет не был и так разволновался. Ну и придвинулся к ней потихоньку. А она? Она сидит, как будто ничего не происходит. Короче, я её обнял. Она? После урока она мне говорит, Мирошников, это моя фамилия, зайди ко мне после уроков. Ну а ты? Я зашёл. Она меня как увидела, у неё грудь вздымается, как волны на картине Вазовского «Девятый вал». Я ей говорю, Надежда Ивановна, я от вас без ума. А она говорит, Мирошников, милый мой, и как сиганет мне нашёт, ты представляешь? Ну, надеюсь, ты не собираешься всю жизнь работать курьером? Я сочиняю стихи, Семён Петрович. И что же, печатаешься? Пока нет. Ага, понятно. А стихи-то получаются? Могу почитать. Вот, к примеру, из последних. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастёт народная тропа. Вознёсся выше он главой непокорной александрийского…» «Столпа. Ну что же, не дурно, не дурно. Правда, напоминает что-то или стиль такой старомодный. Угу. Ну, вообщем, очень-очень не дурно. Может, ещё почитать? Нет, нет, не надо. Ну, я тогда пойду. Конечно. Ты заходи. Заходи. Может, родителей своих к нам пригласишь? Непременно. А можно я вас буду папой называть? Хе-хе. А? Агнесса Ивановна? Квартира. Ты услышишь? Поп! Безопасно! Поп! 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 Поп!